МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости в студии Гуманара Жандагулова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От постоянных взрывов разрушаются дома жителей поселка Жулумбет в Акмолинской области. С ними находится золотой рудник, на котором открытым способом добывают драгоценный металл. Сельчане говорят, что устали латать стены в домах и дышать пылью. Они просят переселить их. Между тем, эксперты говорят, в экологическом законодательстве страны немало пробелов, и противостоять промышленным гигантам в таких ситуациях непросто. Продолжит Гульнара Ерманова. Мы здесь жили, когда она треснула. Но потом она как начала еще больше и больше становиться от этих взрывов, нам пришлось соседнику переехать. В этом доме едва не случилась трагедия. Семья с маленькими детьми вовремя успела переехать к родственникам. Теперь здесь никто не живет. Как переехали, в тот же день этот потолок свалился. Потом на второй день, на третий день этот потолок свалился. Как мы переехали. От взрывов, короче, это все. Это ближайший дом к крупному карьеру, где открытым способом с помощью наземных и подземных взрывов практически ежедневно добывают золото. Бывает волна хорошая, аж вот стена, получается, дрожит от взрывов, получается, от этих. Трещины есть практически в каждом доме проживающих на этой улице сельчан. Латать их жителям приходится каждый сезон. Впрочем, последствия взрывов ощущают и на других улицах. Эти несколько домов и карьер разделяет только дорога. Мой дом совсем близко, вы сами видите. В этом году в огороде ничего не сажали. Картошка испорченная. Построенный на улице туалет рушится. Все трескается, постоянно ощущаются толчки. Когда здесь взрывают, видно из окна. Здесь как будто буран или туман. На этой улице ничего не видно. Все желтое. Взрывы, дома трескаются. Это еще ерунда. Когда пятый карьер копали они, весь мой шифер они пробили этими камнями, осколками. И ничего, никакой реакции. Кому обращаться? Они просто нас никто не слушает. Не успеваешь мазать, делать ремонт. Только сделаешь зимой опять, вот сейчас начнется. Только вот повелило, сейчас опять уже полопалось все это. Белье так же повешаешь. Когда вот эта желтизна идет, все вот это вот. Палет, шан трат, ну пыли чистые, невозможно дышать. Дети болеют, и люди болеют. Жалуются жители окраин поселка и на запах, который они ощущают после таких взрывов. Смотрите, какая сильная пыль после взрыва. Это невозможно вообще, запах невозможно. В этом поселке есть и полуразрушенные дома. Известно, что их выкупили. Та самая компания, которая и работает на руднике. А жители Байтурсынова и Наурсбайбатыра, несмотря на близость к объекту, оставили без внимания. По словам местного Акима, о проблеме руководство предприятия знает. Бывают взрывы, бывают большие грузные машины ездят, поднимают пыль. Ну это, конечно, соответственно, доставляет людям рядом, близлежащим к домам, неудобства такие определенные. Но мы с этой компанией, руководством постоянно обращаемся, пишем письма. Ваши дальнейшие действия какие вы как Акима? Мы будем на контроле держать этот вопрос. Направим письмо, соответственно, еще сколько домов и какие самые пофамильно прямо отработаем. Золотодобывающие компании считают, взрывные работы не мешают жителям. Мол, это подтвердила экспертиза. Ее они делали в прошлом году. Привлекли экспертов, которые специальными приборами замеряли в нескольких точках потелка. Ни по шуму, ни по сейсмике не было зафиксировано предельно допустимых норм каких-либо превышений. Зачастую результаты экологического аудита скрыты от глаз общественности. Для экспертизы сами компании привлекают сторонние организации. Однако эксперты сомневаются, можно ли в этом случае считать результаты независимыми. Сейчас, к сожалению, законодательство не позволяет легко получить доступ к первичной информации. Надо понимать, предприятия само нанимают те организации, которые ему контролируют, что он там выбрасывает какие-то загрязняющие вещества. Тоже не назовешь это объективными. К проверке госорганов предприятия, как правило, уже подготовлены. Их уведомляют заранее, из-за чего увидеть реальную картину практически невозможно. Впрочем, говорят эксперты, таких пробелов в экологическом законодательстве немало. Найти крайнего в случае чего и вовсе непросто. Допустимое расстояние от карьера или шахты до ближайших домов определяет комитет при Минздраве. Имена не устанавливают санитарно-защитную зону. Разрешение же на взрывные работы выдает комитет промышленной безопасности при МЧС. А в целом за охрану окружающей среды в стране отвечает Министерство экологии. Правда, полномочий у него не так много. По этому простому человеку придется буквально обойти несколько инстанций. Депутат Юлия Кучинская говорит, знает об этом не понаслышке. Присутствие, скажем так, многих большого числа участников, но отсутствие конечной ответственности, оно приводит на самом деле вот к такому, скажем так, к такому большому числу проблем. Я думаю, что, конечно, проблемы есть у нас из экологической экспертизы. Я запрашиваю местных госорганов, говорю, покажите мне цифры. В долгосрочной перспективе как изменились пассивные площади, как изменилось здоровье людей, да, и так далее. То есть никто не может показать реальную ситуацию. Если бы мы проводили вот такие исследования, мы бы увидели воздействие. Если бы такое комплексное исследование было и комплексное заключение экологическое, я думаю, что тогда и меры принимались бы более эффективные и оперативные. Исследования заканчиваются там же, где и санитарно-защитная зона, говорит депутат. Она предлагает специалистам пройти дальше и взять заборы почв, воды и воздуха за ее пределами. Между тем, в профильном министерстве приступили к разработке поправок по экологическому аудиту. Будет проводиться анализ всех взятых на себя обязательств со стороны предприятия в виде природоохранных мероприятий. Затем будет учитываться контрольная инспекционная деятельность нашего полномоченного органа. Сопоставляя эти вещи, то есть мы будем знать, насколько предприятие пытается соблюдать действующее экологическое законодательство и в каких мерах у него не соответствует и в каких направлениях надо предпринять ему решение. Правила экологического аудита разрабатывают. Минэкологии обещают завершить их в следующем году. Но даже в этом случае эксперты не гарантируют, что вопрос жителей, проживающих по соседству с промышленными гигантами, решат. В Казахстане с помощью космического мониторинга выявляют стихийные свалки. Только в Восточном регионе за этот год зарегистрировано уже 286 несанкционированных залежей твердобытовых отходов. Половину из них местные власти ликвидировали сразу, остальные на стадии очистки. В Департаменте экологии проводят рейды по проверке выполненных работ. Проблему необходимо решить до декабря, отмечают специалисты. В природоохранном ведомстве отметили, свалки ежегодно появляются в одних и тех же местах. Это видно по данным космического мониторинга за несколько лет. Это говорит о том, что полиция и органы власти не предпринимают эффективных мер. Больше всего стихийных свалок выявлено в Глубоковском и Уланском районах. Также их много в Ридере, при городе Усть-Каменогорска. По каждому случаю отрабатываем конкретно с местными властями. Дали срок один месяц на устранение проблемы. Инвестиции в деятельность по охране окружающей среды в стране выросли в 4 раза. За 8 месяцев этого года сумма достигла почти 164,5 миллиардов тенге. Вложения в сектор наблюдались только в 8 регионах из 20. Больше всего постарались в Акмолинской, Тараусской и Туркестанской областях. Меньше всего инвестиций в Западно-Казахстанской. В рейтинге самых загрязненных стран Казахстан на 30-м месте из 111. Об этом сообщает Финпром КИЗ. В разрезе крупных городов мира Алматы занял 48-ю строчку среди 251 города. Промышленный Усть-Каменогорск может стать городом экологов. Новейшим оборудованием оснастили экокодом при местной библиотеке. Учеников 66 городских школ научили определять концентрацию вредных веществ в атмосфере. Брать пробы воды и воздуха, делать лабораторные анализы. Юных защитников окружающей среды в деле увидел Вячеслав Витлугин. При помощи аспиратора мы изучаем концентрацию углекислого газа в воздухе. Это не урок химии, а практическая работа экологов, которым только 12-13 лет. На практике школьники узнают, чем дышит промышленный Усть-Каменогорск и как сделать воздух чище. При поддержке общественников и меценатов в городе создали экодом и сформировали зеленые отряды. Ребята берут пробы грунта и уже в специальных лабораториях изучают состав почвы, деревьев и кустарников. Составляют карту воздействия тяжелых металлов на окружающую среду. Самой младшей научной сотрудницы АИМ 11 лет. И она ведет свой журнал наблюдений. Четыре с лишним килограмма восточный Казахстан, сердце Евразии. Почему так называется? Потому что восточный Казахстан на Евразийском континенте находится в абсолютном центре. Любовь к природе и краеведению юным экоактивистам прививает профессор Борис Щербаков. Ученый-орнитолог, автор 40 научных работ, готовит себе смену. Из старшеклассников собирается сделать гидов, экскурсоводов по историческим и культурным памятникам региона. Сейчас очень остро стоит тема экологического воспитания и экологического просвещения, которое входит в учебный процесс. Но все у нас виртуально, все в цифрах, картинке. Нужна практика. А практика, чтобы ребята видели свою область, куда-то съездили, с чем-то познакомились. Профессор добивается приобретения экскурсионных автобусов для экодома. Надежда на спонсоров и местных властей. В этом году на экологический дом обратили внимание. Один из крупнейших бизнес-холдингов страны профинансировал покупку лабораторного и цифрового оборудования. Куплены 3D-принтеры. Ученики осваивают производство скворечников и горшков из экопластика. Здесь у нас представлены наши горшки с цветами. Мы их разрабатывали и моделировали вместе с своими учениками. Это было как доказательство для того, что 3D-моделирование и 3D-печать – это не просто забава, а также и довольно практичная вещь. Я считаю, что надо поддерживать экологию, заботиться о животных, ведь они на грани исчезновения. Ты кем хочешь стать? Ты уже задумывался о профессии своей, о том, будет ли она связана с экологией? Не знаю даже, кем хочу стать. Но хорошим человеком? Да. Эти ребята стесняются камер и не определились с профессией, но за них уже говорят их дела и поступки. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Робота, сортирующего атомы водорода и кислорода, создали казахстанские школьники. Проект принес им победу на международном чемпионате по робототехнике First Global Challenge в Сингапуре. Ученики добились рекордных результатов по числу набранных баллов. Команда также получила судейские награды за международную кооперацию. Подробнее о технологической разработке казахстанцев расскажет Сан-Луаш Байгуаныш. С виду это металлическая тележка, которая жужжит моторами и ездит по залу. На самом деле это робот, который сортирует атомы водорода и кислорода на имитационном поле. В условиях игры школьники учатся вместе решать глобальные проблемы человечества. Над проектом работали ученики Алматинской Назарбаев интеллектуальной школы, Турханбай Нур-Ислам, Джанзаков Нур-Султан, Гапонов Сергей, Шемерзенова Дамили, Икоксал и Монали. Уникальное устройство принесло абсолютную победу сборной Казахстана на чемпионате мира по робототехнике в Сингапуре. Самое сложное при создании машины было отладить механизм, чтобы робот умел быстро собирать шарики, маневрировать и подтягиваться. Когда строите робота, который должен показать себя хорошо на первых соревнованиях, он должен не просто работать, каждая его часть должна идеально выполнять свою задачу и сделать так, чтобы каждая часть идеально выполняла свою задачу, очень сложно. Это нужно сидеть, это нужно пробовать разные механизмы, это нужно пробовать разные расстановки. Может поменять высоту на один миллиметр, но оно может заработать полноценно по-другому. Поэтому все это сидеть, подбирать, чтобы получить наилучший результат, это было самое сложное. Главной темой этого года было использование водорода в качестве топлива. По заданию участники соревнований собирали своих роботов прямо на чемпионате и использовали их в смоделированной игре, чтобы потом сортировать атомы водорода и использовать их для преобразования энергии. Я считаю, что успех нашего робота заключается во всей его функциональности. Мы смогли собрать как можно больше шариков, чем другие команды, потому что на одном поле выступают шесть команд, и нам нужно было собрать как можно больше шариков. А во-вторых, это сортинг, то, что мы сортируем больше от маленьких, это заэкономило очень большое время для нас, потому что на республиканском этапе это тоже показало хороший результат. У нас тогда не было фильтрации, но мы поняли, что это очень полезная функция. Робототехника не только положительно влияет на творческие способности, но и развивает инженерное мышление, говорит главный тренер нашей сборной. Подобные турниры дают толчок развитию образования в настоящем и способствуют профессиональному росту инженеров в будущем. Да, это очень хорошо развивать, потому что сперва нужно понять само соревнование и как к нему готовиться, какие механизмы нужно делать. Все-таки там мехатроника, инженерия, все собираются, все вместе работают. Их нужно собрать, потом его запрограммировать, как оно должно работать. Образовательная робототехника в Казахстане набирает обороты. Интерес к этому направлению особенно возрос после пандемии, рассказывает основатель школы робототехники Санжар Шалкарбеков. Сейчас в Казахстане проводится до семи республиканских турниров по робототехнике. Ежегодно они собирают до 15 тысяч учеников. Я очень воодушевлен развитием робототехники в Казахстане в данный момент. Мы видим проекты в области промышленной робототехники. На крупнейших автозаводах Казахстана уже функционируют промышленные роботы. Потихонечку мы видим спрос от предприятий машиностроения со стороны, со сферы строительства. Спрос на, запрос на создание именно конвейеров, роботизированных конвейеров. Я думаю лично, что через 10-15 лет в Казахстане будет уже значительная роботизация предприятий. Это уже второй чемпионский титул по робототехнике в копилке наград казахстанских школьников. Первый был завоеван в прошлом году в Женеве. Теперь, вернувшись с одного турнира, юные инженеры готовятся к следующему, который состоится в ноябре в Панаме. Сандугаш Байгуаныш, Мирам Женесов, Хабар 24. Как казахстанским маркетплейсом конкурировать с цифровыми гигантами? Как искусственный интеллект может помочь в обеспечении кибербезопасности? Эти и другие темы обсуждают сегодня эксперты на панельных сессиях форума Digital Bridge. Он собрал свыше 20 тысяч участников, представителей более 300 IT-компаний, делегаций из 30 стран. Параллельно организована аллея стартапов. Моя коллега Сабина Рихимбай сейчас находится там и готова рассказать о старте второго дня крупнейшего в Центральной Азии IT-форума. Сабина, вам слово. Бульнара, здравствуйте. Уже закончились первые панельные сессии. Я напомню, что обсуждали цифровые рынки и новые технологии в разных сферах жизни. Сейчас стартовали другие дискуссионные площадки. И одна из тем – это оптимизация бизнес-процессов и перестройка IT-инфраструктуры. И одним из инструментов как раз таки является голограмма. Это виртуальные ведущие, виртуальные учителя и ассистенты. И как раз таки здесь на площадке, на аллее представлена уникальная казахстанская голограмма под названием АЕМ, которая используется для проведения презентации. И рядом со мной как раз таки сейчас находится разработчик проекта Асия Жумашева. Здравствуйте. Здравствуйте. Асия, расскажите, пожалуйста, немного о своем проекте. АЕМ – это национальный уникальный продукт, аналогов которых нет во всем СНГ. Это голограмма искусственного интеллекта, посредством которой мы можем доносить в массы любой контент, подгружаемый в нее. Чем она уникальна? Тем, что она полностью идентифицирует все наши жесты, мимики. Она может считывать нашу эмоцию. На данную конструкцию было затрачено колоссальное количество времени. Привлечена была огромная команда сетки. Голографическая сетка с напылением серебра была привезена с Лондона. Она уникальна тем, что она может выступать для социальной сферы, для обучения и адаптации особенных деток. Изначально инициированная идея была компанией социальных проектов, был подписан меморандум с Общественным фондом инвалидов БАХИП. И чтобы мы создали учителя, друга, психолога для детишек с особенными потребностями. К сожалению, мы долгое время не могли найти инвестора. Сейчас мы работаем со спонсором. И я думаю, что все будет хорошо. И наш АИМ принесет много пользы для развития в такой глобальной сфере, как инклюзия. Вот это уже второй день форума. Ознакомились ли вы с другими проектами? Встретили ли аналоги вашей голограммы? Какие проекты можете отметить? Вы знаете, второй день. Честно, за вчерашний день у нас нашу голограмму к нам на стенд подошло свыше 6 тысяч человек. Для нас это прям большой успех. Потому что Digital Bridge площадка это мощная площадка, на которой можно заявить о себе. Я думаю, что у нашей команды это получилось. Да, вчера немножечко получилось ознакомиться со стендами, по пути пробежаться. Хотелось бы отметить молодую компанию FilmOcean, которая представляет здесь стенд GG. Интеллектуальная игрушка. Посмотрите, понравится. Также хотелось поблагодарить, если можно. Вчера к нам в гости заходили такие медийные люди, как Динара Саджан, Бейба Талибеков, Серик Сапиев. Для нас это большой успех, честно. Спасибо вам большое. Не буду вас задерживать, ОСИЯ. Ну, а я отмечу, что действительно Digital Bridge это отличная площадка для поиска инвестора, который проверит успех проекта. А я напомню, что развитие технологий подразумевает развитие интернета. И буквально вчера было принято решение охватить все регионы Казахстана сетью 5G уже до 2025 года. Пока это все, что я могу вам рассказать, Гульнара. Благодарю. Сабина Рихимбаев работает на площадке форума Digital Bridge. Уже в следующем месяце в Казларде откроется Высшая школа искусственного интеллекта и информатики. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Высшая школа – это совместный казахстанско-корейский проект. Подробности в материале нашего собственного корреспондента в Сеюле Владислава Цоя. Высшая школа искусственного интеллекта заработает при Казлардинском университете имени Корхат-Ата. Открыть ее помогут специалисты Сеульского национального университета науки и технологий. На проект, рассчитанный до 2029 года, планируют потратить около миллиарда тенге. Грант выделит Фонд исследований и Министерство образования Республики Корея. Подготовка будет идти по трем направлениям – кибербезопасность, искусственный интеллект и информатика. Корейские специалисты будут приезжать к нам, также будет инфраструктурная поддержка. В первую очередь мы подготовим наших специалистов и с помощью потенциала приглашенных корейских профессоров реализуем этот проект в Казахстане. Похожие проекты хотят реализовать и в других городах Казахстана. Например, Южно-Корейский университет Шинан и Алматинская академия МВД налаживают сотрудничество. Здесь к развитию технологий искусственного интеллекта будет свой подход. Я буду выступать на международной научной конференции в Алматы. Кроме того, я буду читать специальные лекции для студентов Алматинской академии МВД по кибербезопасности и искусственному интеллекту, цифровой криминалистике, а также темам, связанным с IT, таким как большие данные и искусственный интеллект. Я считаю, что понимание и подготовка к использованию программного обеспечения и искусственного интеллекта необходимы для управления в будущем. Уже отобраны студенты первого курса университета имени Корхатата для обучения по программе Сеульского университета науки и технологий. Сейчас они посещают ускоренные курсы английского и корейского языков. В рамках проекта в Казларду из Кореи привезут современное лабораторное оборудование. Высшая школа искусственного интеллекта и информатики в Казахстане станет филиалом Сеульского вуза. Это привлечет студентов из других стран и может превратить Казларду в региональный IT-хаб. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Во Франции на 12% удалось снизить потребление энергии. Наибольший вклад внесли крупнейшие промышленные предприятия, которые оптимизировали производственные процессы и расширили практику дистанционной работы. По оценкам Национального агентства экологического перехода, работа из дома позволяет экономить до 35% энергии, поскольку не используется транспорт, тепло и электричество в офисах. Изменены также нормы отопления. В помещениях температура не должна превышать 19 градусов зимой. В числе прочих эффективных мер уменьшение освещения в торговых центрах и на улицах городов. Франция поставила цель в 2050 году снизить потребление энергии на 40%. Поэтому к имеющимся нормам добавляются новые. Правительство обещает субсидировать установку термостатов в домах, чтобы регулировать отопление. А работодателям обещают скидки по налогам, если те пересадят своих работников на велосипеды для поездок по служебным делам. Если мы хотим пересадить французов на общественный транспорт, нужно его иметь. Надежный, вовремя приезжающий, безопасный. Аналогично с велосипедами. На этот вид транспорта легче пересесть. Если ты выезжаешь на дорогу, без боязни столкнуться с автомобилем. Особенно, если ты везешь ребенка или сумки. 131 спортсмен в 14 видах спорта представляет нашу страну на четвертых азиатских пароиграх, которые пройдут в китайском Ханчжоу в октябре. Сегодня в Алматы торжественно провожают на соревновании национальную сборную Казахстана. Церемония проходит в спортивном комплексе Алматы-Арена. Там находится наш корреспондент Гафу Али. Гафу, приветствуем. По каким дисциплинам готовились наши спортсмены? Приветствую вас, коллеги. Да, я сейчас нахожусь в пресс-центре Алматы-Арена. Здесь с минуты на минуту начнется торжественная церемония проводов. Пока что ждем последних гостей. В целом на четвертых пара азиатских игр соберутся около 4000 спортсменов из 43 азиатских стран. Они будут соревноваться по 22 дисциплинам. Разыгрываться будут 564 комплекта медалей. Наша страна подготовила спортсменов по 14 дисциплинам. Среди них дюдо, плавание, легкая атлетика, велоспорт, волейбол сидя, боча, каноэ, пауэрлифтинг, стрельба из лука, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис, тайквондо и академическая гребля. Кстати, тренеры сборной отмечают, что этот год стал исключительным для нашей сборной, потому что в этом году сборная насчитывает рекордное количество спортсменов – 131. Напомню, что на крайних играх в 2018 году наша сборная насчитывала 91 человек. И нашу тему сейчас продолжат исполняющие обязанности директа Центра по подготовке лиц с ограниченными возможностями Адлихану Мирзаков. Адлихан Мирзаков, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, как вообще прошла подготовка наших ребят и готовы ли они? Ас-саламу алейкум. В целях качественной подготовки к пароазиатским играм для спортсменов, а также для достижения высоких результатов для наших спортсменов были созданы все необходимые условия. Наши спортсмены прошли ряд спортивных мероприятий, а также провели учебно-тренировочные сборы как за пределами, так и внутри страны. Поэтому все для них были созданы, и теперь мы хотим только пожелать им удачи, успехов, чтобы они выступили достойно и показали хороший результат в китайском Ханчжоу. Спасибо большое. И я в свою очередь добавлю, что для победителей предусмотрены денежные призы. За первое место 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов за второе и 3 тысячи долларов за третье место соответственно. И это вся информация к данному часу. Пожелаем нашим спортсменам побольше побед и медалей. У меня на этом все. Благодарю. Гафу Али был с нами на связи из Алматы. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.